Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего доклада «Эволюция перспективы развития первой линии первичной медицинальной б-крупноклеточной лимфомы». Первичная медицинальная б-крупноклеточная лимфома — это группа агрессивно текущих неходжкинских лимфом, встречающихся довольно редко, всего 2-4% от всех неходжкинских лимфом, которая, по сути, занимает пограничное положение между ДБКЛ и классической лимфомой Ходжкина и была выделена в качестве самостоятельной зоологической единицы не так давно из-под группы ДБКЛ в 2001 году. Встречается первичная медицинальная лимфома преимущественно у молодых женщин и характеризуется изолированным чаще всего поражением лимфатических узлов средостения с образованием конгломерата. Довольно часто это балки в верхнем средостении с тенденцией к местному распространению инвазии в близлежащие структуры. Также часто у данных пациентов мы видим выпад в плевральной полости и перикард. При издавлении верхней полой вены, а также при прорастании конгломератом верхней полой вены с тромбозом ее, мы видим классические признаки синдрома издавления верхней полой вены. Что касается третьей и четвертой стадии, они довольно редки, и внеторакальные проявления при первичной медицинальной лимфоме встречаются чаще всего при рецидиве или прогрессировании заболевания. Отличительной особенностью данного типа лимфом является в 20-30% случаев остаточной резидуальной массы в средостении после окончания первого этапа лечения, что значительно затрудняет интерпретацию противоопухолевого ответа по окончанию лечения. И также необходимо отметить, что исход терапии у данных пациентов при рецидивирующем рефракторном течении крайне неблагоприятный. Частота достижения полных ответов в результате второй линии терапии и терапии спасения платино-содержащими курсами с трансплантацией аутологичных стволовых кровотворных клеток достигает всего 25%. Поэтому наиболее важно правильно выбрать тактику в первой линии лечения. Как мы уже сказали, первичная медицинальная лимфома занимает пограничное положение между ДБКЛ и классической лимфомой Ходжкиной. По иммунофенотипу патоморфологии она все-таки близка больше к диффузной Б-крупноклеточной лимфоме. Встречаются, однако, довольно часто клетки, похожие на клетки Ритт-Березовского-Штенберга и компартментализирующий склероз, что иногда затрудняет дифференциальную диагностику с классической лимфомой Ходжкина. Однако на иммуногистохимическом исследовании мы видим экспрессию панбоклеточных маркеров. Также необходимо отметить, что клетки первичной медицинальной лимфомы происходят из клеток мозгового слоя тимуса, поэтому клетки опухоли экспрессируют маркеры лимфоцитов мозгового слоя тимуса CD23 и MAL, что также используется для дифференциальной диагностики. Что касается экспрессии уровня CD30, она, в отличие от классической лимфомы Ходжкина, вариабельна, гетерогенна и составляет всего 80%. По молекулярной биологии и патогенезу первичная медицинальная лимфома, в свою очередь, ближе к классической лимфоме Ходжкина, нежели к ДБКЛ, поскольку инициаторные драйверные мутации происходят чаще всего в генах, ответственных за сигнальные каскады янус киназы и NFKPB. При этом активирующие мутации происходят в генах белков, которые входят в эти каскады, и в 40-30% случаев встречаются ингибирующие мутации в негативных регуляторах данных каскадов. Что касается особенностей микроокружения, то опухоль в 100% случаев экспрессирует PDL1, PDL2, а также гипоэкспрессирует молекулы главного комплекса гистосовместимости, что, в свою очередь, способствует анергии токлеточного звена иммунного ответа и истощению пула опухоли инфильтрирующих Т-лимфоцитов. Почему это важно? Потому что практически все компоненты данных сигнальных каскадов и особенностей взаимодействия с клетками микроокружения можно потенциально использовать, и некоторые используются в реальной клинической практике для таргетной и иммунотерапии. Что касается первой линии первичной медицинальной лимфомы, то она довольно противоречива является самой противоречивой среди всех других типов лимфом, неопределенной, поскольку, в принципе, таких пациентов с первичной медицинальной лимфомой очень мало среди всех неходшкинских лимфом. Это затрудняет набор пациентов в клинические исследования. Во-вторых, существующие клинические исследования на данный момент представляют у себя преимущественно ретроспективные, одноцентровые, несравнительные исследования, которые отличаются друг от друга результатами исследований. И существующие на данный момент проспективные исследования, Это преимущественно подгрупповые анализы больших исследований по лечению всех баклеточных лимфом, где группа первичных медицинальных лимфом составляет всего несколько десятков человек, и, соответственно, интерпретировать результаты этих исследований на когорту всех пациентов с первичной медицинальной лимфомой не приходится. По причине того, что первичная медицинальная лимфома долгое время являлась подгруппой ДБКЛ, у них был единый стандарт лечения, это терапия ЧОПС или без добавления лучевой терапии, тогда еще не было никаких стандартов по ведению пациентов. После окончания лечения лучевая терапия добавлялась в зависимости от опыта центра, в котором осуществляется лечение. В дальнейшем появились режимы более интенсивные, так называемые режимы третьего поколения, которые показали свое преимущество на стандартной терапии во многих исследованиях. Самым крупным исследованием было исследование 2002 года, которое показало преимущество более интенсивных режимов над режимом ЧОПС как по частоте полного ответа, так и по прогнозируемой десятилетней выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. И, соответственно, на тот период времени данные режимы стали стандартом лечения первичной медицинальной лимфомы. Однако, когда появился ретуксимаб, и ретуксимаб, содержащие схемы, доказали свое преимущество при лечении большинства беклеточных лимфом над стандартной химиотерапией, данный вопрос стал исследоваться касательно и первичной медицинальной лимфомы. Было проведено большое количество исследований, которые подтвердили, что добавление ретуксимаба к стандартной терапии ЧОП увеличивает общую выживаемость пациентов со статистически значимой разницей. И также было замечено, что получены сопоставимые результаты общей и беспрогрессивной выживаемости у пациентов, получающих режим ЧОП с добавлением ретуксимаба и высокоинтенсивных режимов третьего поколения. Однако режимы третьего поколения были несопоставимо намного более токсичны, ведение пациентов было намного более трудным, чем ведение пациентов по схеме РЧОП. Окончательно уравнять в эффективности эти режимы смогло исследование 2014 года, в котором не было получено статистических различий при сравнении режимов третьего поколения и режимов РЧОП. Таким образом, в равной эффективности и абсолютно неравной токсичности режим РЧОП стал преимущественным в терапии первой линии первичной медицинальной лимфомы, опять-таки с добавлением или без лучевой терапии на усмотрение центра, в котором осуществлялось лечение. Однако на тот период времени большое количество исследований говорило о том, что довольно высокая сохраняется частота первичной рефротерных заболеваний после лечения по схеме РЧОП случевой терапии, это около 20-30% случаев. И своего рода революционным исследованием в терапии первичной медицинальной лимфомы явилось проспективно нерандомизированное исследование второй фазы 2013 года под руководством Ден Ливи, которое изучало эффективность нового курса химиотерапии, доза адаптированного ЕПОЧа с применением ретуксимаба, с пролонгированной инфузией химиопрепаратов. Были продемонстрированы великолепные результаты, бессобытийная выживаемость 93%, общая выживаемость 97%, при этом при наблюдении до 14 лет полный ответ сохранялся у 96% пациентов, а у тех пациентов, у которых было зарегистрировано прогрессирование лимфомы, благодаря лучевой терапии была достигнута длительная полная ремиссия. Также необходимо отметить, что этот режим позволял отказаться от лучевой терапии без значимого уменьшения общей и беспрогрессивной выживаемости. В дальнейшие годы было опубликовано довольно много ретроспективных исследований, которые сравнивали бы этот новый режим с стандартным режимом RCHOP с последующей лучевой терапией. Было продемонстрировано, что эффективность лечения как по 5-летней беспрогрессивной выживаемости, так и по 5-летней общей выживаемости не отличается в данных подгруппах. И режим R-EPOCH намного больше превосходит режим RCHOP без добавления лучевой терапии. Самым крупным исследованием, которое сравнивало бы эти два режима, было исследование 2018 года под руководством ШАХ. Частота полных ответов была значительно выше у пациентов, получающих режим RCHOP по сравнению с режимом RCHOP. Однако разницы в двухлетней выживаемости без прогрессирования общей выживаемости статистически не было получено. При этом также было отмечено, что для достижения таких цифр при использовании режима RCHOP практически в 60% случаев необходимо было использовать лучевую терапию, а в группе EPOCH была выше частота острой токсичности, в частности нейтропинической лихорадки. В последующем большое количество исследований говорили о том, что разница между токсичностью при использовании режима RCHOP с лучевой терапией в результате отсроченной токсичности лучевой терапии создает постоянный риск хронической заболеваемости и преждевременной смерти, в то время как острая токсичность в режиме EPOCH знакома химиотерапевтам, с которыми онкологи умеют справляться. И таким образом была предпринята попытка индивидуализации терапии. Режим EPOCH преимущественно стал назначаться молодым пациентам без коморбидности, а режим CHOP пациентам с сопутствующими заболеваниями, преимущественно пожилым пациентам. Что касается лучевой терапии в лечении первичной медицинальной лимфомы, то ее роль как была, так и на данный момент остается спорной. Нет четких указаний, когда лучевую терапию следует назначать, после каких курсов и в каких дозировках. Однако существует большое количество разнородных ретроспективных исследований с противоречивыми результатами. В частности, это исследование, о котором мы уже говорили, где лучевая терапия при ее добавлении к режиму ERCHOP значительно увеличивает пятилетнюю выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость. Однако существуют исследования, которые говорят о том, что добавление лучевой терапии даже к неинтенсивному режиму ERCHOP никаким образом не влияет на выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость. Для того, чтобы разрешить этот вопрос, была создана концепция так называемой ПЭТ-адаптированный подход к лучевой терапии. Основан он на том, что после окончания лечения пациентам проводится ПЭТ-КТ для оценки метаболического ответа. И в случае полного метаболического ответа большинство исследователей отказывались от лучевой терапии. В частности, в исследовании 2020 года было две подгруппы пациентов. Пациенты по 2005 год, так называемая группа лучевой терапии, они получали консолидационную лучевую терапию после всех курсов ЧОП независимо от уровня метаболического ответа. А с 2005 года пациенты получали только в случае неполного ответа или прогрессирования 4-5 баллов подавили. Затем эти группы оценивались совместно и не было получено различий в выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости у данных пациентов, независимо от того, использовалась лучевая терапия или нет. И также данное исследование продемонстрировало значительно большую выживаемость пациентов с полным метаболическим ответом и разницу в выживаемости без прогрессивной и общей у пациентов с 4-5 баллами подавиль, что, по мнению исследователей, обусловлено, скорее всего, низкой положительной прогностической ценностью ПЭТ-КТ, поскольку 4 балла подавиль у данных пациентов, скорее всего, сопровождает воспалительные изменения вокруг мертвой опухолевой ткани в средостении. Вышло большое количество, опять-таки, довольно разнородных ретроспективных исследований с противоречивыми результатами. И в 2021 году 8 исследований было оценено в систематическом обзоре Американского радиологического общества, в котором был выпущен алгоритм, посредством которого назначалась лучевая терапия в зависимости от метаболического ответа. Таким образом, если у пациента получен полный метаболический ответ, и он получал в качестве терапии первой линии режим ЕПОЧ, ему рекомендовано будет наблюдение, а если это был любой другой режим, но не ЕПОЧ, рекомендована лучевая терапия. У данных пациентов с довольно низкой частотой встречались рецидивы, но когда они встречались, они все встречались в группе наблюдения, а не лучевой терапии. Что касается группы 4 баллов подавиль, то она, как я уже сказал, разнородная. Здесь частота рецидива встречалась всего в 18% случаев, несмотря на то, что мы расцениваем это как неполный ответ, по причине того, что есть ложноположительные результаты в связи с воспалением в остаточных массах. Поэтому была рекомендована повторная биопсия, в случае негативного результата было рекомендовано наблюдение, а в случае позитивного результата рекомендована либо лучевая терапия, либо переход на вторую линию терапии с трансплантацией аутологичных столовых кровотворных клеток. Если это было 5 баллов подавиль, то тут практически у половины пациентов случался рецидив, зарегистрированный посредством повторной биопсии, поэтому данные пациенты сразу же переходили на терапию второй линии. И окончательно ответить на вопрос, нужна ли лучевая терапия пациентам в случае полного метаболического ответа, позволило исследование 2023 года. Это единственное в своем роде сейчас рандомизированное исследование, посвященное лечению первичной медицинальной лимфомы. Его результаты были опубликованы в абстракте на конгрессе ЕХ в 2023 году. Суть исследования заключается в том, что пациенты, довольно большая группа, 545 человек получали ретуксимаб, содержащий и антрациклин, содержащий режимы химиотерапии. Это преимущественно ЕПОЧ и ЧОП. После этого, после полного индукционного лечения, им выполнялась позитронно-эмиссионная компьютерная томография. И в случае ПЭТ-негативного ответа пациенты были рандомизированы на равные группы, в группу наблюдения и в группу лучевой терапии. Предварительные результаты были опубликованы, как я уже сказал, и выживаемость без прогрессирования на протяжении 30 месяцев в данных подгруппах не отличалась. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что мы можем отказаться от лучевой терапии, независимо от индукционного лечения, в случае полного метаболического ответа. Помимо режимов ЕПОЧ и РЧОП с последующей лучевой терапией, существует несколько альтернативных опций, суть которых также сводится к попытке избежать лучевой терапии у пациентов. Примером такой опции является применение дозоуплотненного режима РЧОП с последующей консолидацией тремя курсами платина, содержащей химиотерапии, с применением ретуксимаба. Вышло два основных исследования. Это исследование 2016 года с малым количеством пациентов. Однако доказывающее довольно высокую эффективность данного подхода. Пятилетняя выживаемость без прогрессирования общей выживаемости довольно высокие, 87-100%. И последнее исследование, посвященное данному вопросу, вышло в 2021 году, сравнивающее эффективность данного подхода со стандартным режимом ЕПОЧ. Отмечено на малом количестве пациентов сопоставимые показатели общей и беспрогрессивной выживаемости, а также частоты достижения полных ответов. Однако исследователи отмечают намного большую токсичность острую при использовании режима ЕПОЧ. И вторая альтернативная опция, намного более часто используемая в предыдущие годы, это консолидация полного ответа при достижении в первой линии высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных стволовых кровотворных клеток. Тут также в эру ретуксимаба вышло два основных исследования. Это исследование 2017 года, которое показывает преимущество выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости при выполнении высокодозной химиотерапии. И исследование 2018 года, которое показывает превосходные результаты только при достижении пациентам полной ремиссии на момент выполнения аутологичной трансплантации. Что касается современных стандартов, тут в первой линии терапии в качестве инициальной используется либо режим ЕПОЧ 6 циклов преимущественно, либо режим РЧОП. Это обычные 6 курсов с интервалом 21 день или 4 курса дозауплотненные РЧОП 14. В последующем выполняется позитронно-эмиссионная компьютерная томография. В случае полного ответа, если это был режим ЕПОЧ, пациент переходит под наблюдение. Если это был режим РЧОП, пациент переходит либо под наблюдение, либо выполняется лучевая терапия. Но вот исследование 2023 года уже окончательно ответило на этот вопрос. И если была выбрана тактика ЧОП-АЙС, то в последующем выполняется консолидация тремя курсами АЙС-Р. В случае частичного ответа или 4 балла подавиль, пациенту выполняется повторная биопсия. Если она негативная, то пациент также переходит под наблюдение. Если она позитивная, то тут есть две опции. Это либо выполнение лучевой терапии на средостение, либо переход на вторую линию терапии. И в случае прогрессирования по ПЭТ-КТ, это 5 баллов подавиль, пациенту выполняется повторная биопсия. И сразу же выполняется переход в лечении на вторую линию терапии. Также стоит отметить, что у пациентов во второй линии лечения была доказана эффективность комбинации иммуно-таргетных препаратов, в частности комбинации неволумаб и брентуксимаб. И, соответственно, применение иммуно-таргетных препаратов сейчас активно исследуется в первой линии лечения у данных пациентов. В частности, это применение препарата неволумаб в добавлении к стандартным режимам ЕПОЧ и ЧОП. Также инициировано большое шестирукавное исследование по применению комбинации с неволумабом в режиме ЕПОЧ, в режиме ЧОП и в режиме ЧОП с лучевой терапией. Также инициировано исследование по изучению эффективности и токсичности комбинации брентуксимаба и неволумаба в добавлении к режиму ЕРЧОП без венкристина. И исследуется роль полутузумаба-ведатина в добавлении к режиму ЕПОЧ без венкристина. Спасибо за внимание.